Сегодня у нас непростая тема, довольно-таки непростая, в плане того, что в сегодняшнем разговоре мы, наверное, заденем и про веру в том понимании, какое она у меня есть, и как бы заранее прошу зрителей понять правильно и отнестись толерантно моим мыслям, так как это касается только меня, лично меня, и я не буду вести пропаганду в том или ином направлении. Вот. Ну, сразу же хочу начать разговор, наш разговор того, что я в 35 лет пришел к мысли, что надо в корне менять свою жизнь в плане качества жизни, да, то есть это, в первую очередь, конечно, отношения со своей супругой, детьми, и, ну, и потом работа, и все, и дальнейшее миропонимание, и понимать, в каком направлении вообще двигаться и развиваться. В этих поисках я пришел в духовный центр Максима Клавдии Ильиничны, посетив те семинары и курсы, которые, это, получается, 2010 года, у меня в корне изменилась конкретная жизнь и взгляды вообще на вещи, которые мне преподали прямо с первого класса, да, понимание вот это устройство нашей жизни, Вселенной, духовного развития, ну, и человеческих отношений, многих аспектов, в общем. Первое, как бы сказать правильно, достижение, это после пяти дней посещения курсов у меня ушла тяга к употреблению спиртных напитков. Я очень много говорю про спиртные напитки, как они влияют на жизнь мужчины, в целом людей, потому что это стало бичом нашего общества. Оно отравляет не только здоровье употребляющего спиртных напитков, притом неважно, в каких объемах это, или это один грамм пива, или же ящик водки, абсолютно это не имеет никакого значения. Прежде всего, это разрушение, духовное разрушение человека, уведение его в сторону каких-то низменных чувств и каких-то потребительского отношения к своей жизни, ну, и к людям, да. Ну, сразу говорю, что, как бы, я не был запойным алкоголиком, белой горячки у меня не было, под забором я не валялся, но, однако, я заметил, что алкоголь очень плотно вошел в нашу жизнь, и все от начала рождения человека и смерти человека всегда почему-то отмечается употребление спиртных напитков. И впоследствии, через многие года посещения духовного центра, я понял, что как вообще эта механика, будем говорить условно, как эта механика работает конкретно на мужчину. То есть, употребив алкогольные напитки в любом количестве, сразу понижается вибрация человека. Ну, мы, видимо, сразу перескочили на какое-то понятие, что такое вибрация человека. Ну, вибрация человека, как уже говорит и современная наука, все состоит из энергии, и все имеет, даже стул имеет свою вибрацию, то же самое человек имеет высокочастотную вибрацию. И употребив алкогольные напитки, понижается эта высокая частота. Ну, мы будем говорить таким условным, простым языком, да? Пускай меня потом не начнут там ученые передергивать мои слова. И тем самым у человека начинает преобладать темная сторона его личности, и не только это. И привлечение так называемых энергетических сущностей, как модно сейчас именовать, энергетические сущности отрицательные, в смысле отрицательные. И они начинают человека двигать на всякие рода неадекватные поведения, то есть начиная от каких-то проступков и заканчивая преступлениями. Я могу это четко говорить, потому что пять лет своей жизни я посвятил в органах внутренних дел, три года работал следователем, и два года оперополномоченным. И, как я заметил, 99% преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения, и мне это всегда вызывало интерес. Почему так? Во многих фильмах западных, ну и наших, показывается, что как там трезвые люди грабят банк, успешно грабят банк, или что там. Ну, в общем, не употребляя спиртные напитки, совершают преступление. А в жизни совершенно не так. Я вообще не припомню никакого такого случая, чтобы у нас в городе Якутске на трезвую голову совершали преступление, там ограбление, или там разбойные нападения, или что-то в таком духе. Любые там изнасилования, кражи, хулиганства. И потом я нашел ответ в этом духовном центре, оказывается, преобладание темной личности над человеком и воздействие на него энергетические сущности и толкают на преступления различного рода тяжести. И тем самым эти сущности начинают потреблять негативную энергию от человека, когда все это происходит. И последствия от этого. То есть начинает же страдать не только человек, который это делает, но и его близки. В первую очередь близкие люди. И поэтому энергетическим сущностям им это выгодно, держать человека в таком состоянии. И каждую питницу они заставляют человека употреблять спиртные напитки. Якобы, ну, говорят, ты же, типа, вот, устал, ты находился в стрессе, и ты должен ослабиться. И поэтому общество в этом направлении покатилось по наклонной. Очень давно она уже катится. Но все-таки сейчас очень много стало учений у людей, которые говорят, что надо все-таки духовно развиваться. Духовное развитие, параллельное с употреблением спиртных напитков, это не только мужчин и женщин. Это несовместимые вещи. Можно уйти вообще в другие дебри, откуда вообще можно потом и не выбраться. Потом. И считаю, что человек там занимается там тренажерном зале или фитнесом, или йогой, медитацией, зажигает чакры или что-то в таком духе, но, опять же, не меняя свой образ жизни, также расслабляясь, ну, якобы, по праздникам там. И человек не то, что не развивается, оно еще идет, наоборот, в другом направлении и может даже вести за собой людей не в том направлении. Поэтому это дело такое очень деликатное и опасное, поэтому я много времени и на якутском языке, на телевидении, и на русском пытаюсь объясниться, достучаться людей, не боясь, что я получу какой-то шквал отрицательных каких-то отзывов или все это я понимаю, но кто-то же все равно должен об этом говорить людям и пытаться донести свою мысль. Я, конечно, не навязываю, те, которые употребляют спиртные напитки, можете продолжать в таком духе, но в первую очередь мы плавно уже переходим по назначению или как правильно сказать миссии мужчин, да, миссии мужчины. Так и уж сложилось вселенной, Богом, как удобно людям, вселенная так устроена, что мужчина находится в прямой связи со вселенной, с Богом, с Всевышним, можно сказать, да, и поэтому многие вещи в нашем обществе, в нашем мире, это создано руками мужчин. То есть, и, нет, женщина тоже очень много делает, мы просто сейчас будем говорить про мужчин. взять, например, ну, наверное, 95%, если не больше, нобелевских лауреатов являются мужчинами. Это многое говорит о том, что мужчина находится в прямой связи со вселенной и получает, может быть, какую-то информацию с этого пространства и осуществляет его в жизнь, да, притворяет его жизнь. Это не только касается материальных объектов, это касается еще и духовно-нравственных устоев общества. Поэтому, если мужчины, мы не возьмемся за, я хотел сказать, за ум, нет, не за ум, а за сердце, потому что наша душа живет в сердце, если мы не возьмемся за сердце и не начнем задумываться о последствиях своих не только действий, но и мыслей и поступков, то мир продолжит катиться в бездну потребительского общества и тем самым в конце концов мы разрушим нашу планету и как-то я видел в интернете высказывания, ну, которые говорится, ну, как бы, типа, индеец сказал, что когда вы срубите последнее дерево и загадите последнюю реку, вы поймете, что золото нельзя есть. Мы стремительно к этому идем и наша республика всегда была экологически чистой, так как у нас нету каких-то больших, громадных индустриальных заводов, фабрик, которые загрязняют территорию, однако и мы стали очень сильно загрязнены в силу отравления теми или иными добывающими минеральной сырьевой нашей базы предприятиями. Тогда о чем мы можем говорить про остальной мир, где, например, большие города, вот я был в Китае, он весь смоги, в Пекин весь смоги, в Корее весь смоги, потому что у них очень сильное производство. я не говорю, что производства не должно быть, просто мы должны разумно подходить к потреблению тех ресурсов, которые нам предоставляет наша Мать-Земля. Ну, как-то мы очень про высокие ценности, слова, может быть, стали говорить, но в якутском языке есть поговорка тюген-тюрген, то есть миг, он очень скоротечен, это доля секунды, которой надо хвататься и пользоваться той возможностью выйти в большой эфир и людям доносить свои мысли. Вот, возвращаясь нашим мужчинам, то также есть у нас якутская поговорка, или это пословица будет то есть это переводится буквально девушка предназначена для своего народа. Ключевое слово своего. Некоторые, услышав эти слова, думают, что для другого народа. Нет, девушка предназначена для развития собственного народа, собственной нации, потому что она является матерью и своим молоком и кровью, своими клетками она воспитывает всех, тем более и нас, мужчин, и девушек. То есть получается так, что какие будут высокие нравственные идеалы у девушки, матери, будущей матери, жены, такое будет общество. по пути может быть общеизвестного данного факта, есть тоже очень сильная мне кажется вещь, это то, что вот эту миссию женщина не может выполнить без мужчин. Если мужчина будет плыть в другом направлении, какая была бы не мать Тереза, эта женщина, она не сможет эту миссию выполнить, потому что эта миссия направлена Богом, чтобы выполнялась совместно, мужчина и женщина совместно, в общем истремлении, в общем понимании высокочастотной своей вибрации любви, света, где нету никаких темных сторон, и нету никакого воздействия других эгрегоров и энергетических сущностей. Довольно-таки кажется, это очень сложно на первый взгляд, но на самом деле все гениальное просто в этом мире, ничего не надо усложнять, всегда пытаться жить светлыми мыслями, светлыми мыслями, тот оптимизм, который нам говорят, что мы все должны думать, позитивным только ключе, там думать, оно не работает, я как заметил, это не работает, многотысячные тренинги, семинары, которые проводят сейчас, не только у нас в России, везде, во всем мире, я замечаю, что общество нисколько не меняется в лучшую сторону, скорее всего, то направление, когда на этом некоторые люди зарабатывают деньги на данных тренингах и семинарах позитивное мышление, человек не может в отдельно взятом виде думать позитивным только ключей, когда он сам идет не в том направлении по духовно-народственному развитию, я не буду сейчас говорить о том, что я прямо так духовно развитый человек, у меня все отлично, я так не буду говорить, я так же, как и все встречаю трудности в жизни и пытаюсь их преодолеть только в светлом ключе, то есть выйти из проблемы не уходя в крайности и в негатив, и сначала это бывает конечно сложно, но потом все равно это входит как бы в привычку, образ жизни, и тогда те проблемы, которые приходят по жизни, они становятся не такими сложными, может быть объем и сила воздействия может быть не поменялась, но само отношение человека к проблеме, оно сильно все меняет в этой жизни, сильно все упрощает, переходя к моим любимой практической магии, как я это называю, то, что я обучился в духовном этом центре, кстати, я замечу, что некоторые люди говорят, что это секта, но я сам юрист, и могу сказать, что ни одну секту муниципальная власть не будет поддерживать, и духовный центр, она находится при управлении культуры города Якутска, то есть это не секта, и там не работают такие, как сказать, в традиционном смысле, в кавычках понимания, там экстрасоенции, или что-то в таком духе, нет, это люди, которые по-другому смотрят на мир, у них есть другая информация, есть о чем у них поучиться, и этот центр открыт для русскоязычного населения, что хорошо, там, поэтому туда двери открыты для всех людей, независимо от их вероисповедания, или от их языка, то есть я просто призываю людей туда идти, Якутская 19, в Тугисе все это контакты есть, при желании все это можно найти. Возвращаясь нашим девушкам и мужчинам об ответственности, я бы хотел сказать, что мужчины должны взять ответственность не только за себя, то есть работать о своем развитии личности и повышении всех каких-то своих деловых качеств, но и взять ответственность за свою семью. В чем это выражается? Это выражается в том, что находясь в источнике светлой энергии, мужчина преобразовывается, у него меняется абсолютно все, то есть мужчина имеет способность изменять материальный мир своими мыслями и своей энергетикой, его добывающие функции как добытчика, как защитника, это все усиливается в тысячу раз. Женщины, конечно, обладают огромной силой, но у мужчины созидающая роль, она очень большая. И со временем, возможно, мы эту свою силу забыли, в силу тех или иных причин или каких-то усилий со стороны темных сил, будем так говорить, условно. Но сейчас эра Водолея 2013 года, кто этой теме интересуется, они знают, сейчас было 2000 лет эра рыб, которая шла в материальном, развитии материальных направлений, а сейчас эра духовного возрождения. я напрямую связываю теми вещами, которые сейчас происходят в России. Россия наконец-то отбросила свою зависимость от запада, от западных ценностей и устоев. На законодательном уровне приняты необыкновенные вещи, пропаганда наших патриархальных устоев в первую очередь. И всецело я поддерживаю такое развитие. Россия всегда была душой нашей планеты. и только Россия может изменить само направление нашей планеты, что и в 17-м году было доказано, когда люди работали 12 часов во всем мире, в результате революции люди стали работать 8 часов во всем мире, не только в России. И поэтому Запад всегда стремился ограничить духовно-нравственную роль России в масштабах планеты. И они чувствовали, что в России если есть слово душа, то в английском слове нет слова душа. Есть слово только men. Men человек. Правда, я изучал французский язык, у меня есть проблемы с английским, но примерно в этом аспекте я так думаю. Также касаемо тех преобразований, которые происходят в нашем обществе, и те вещи, которые возможно людям не нравится именно что сейчас происходит. Я был ранее очень радикально настроенный человек. Многие люди меня знают как оппозиционера и как организатора многих митингов против чего-нибудь. Не буду говорить конкретно про что, но узнав то, как устроен этот мир, и как устроен человек, и какие силы или какие направления меняют людей, манипулируют человека. Я понял, что надо вести людей не в негативном направлении и приведение раскола в обществе, и приведение человека в ступорное состояние озлобленности и негатива, гнева. Я считаю, что пришло время, когда люди, которые способны вести за собой людей, других людей, они должны вести людей в светлое, как-то прямо очень сильно высоко я сказал, светлое будущее, которое нас долго вели, но не в том направлении, в светлом направлении, то есть, чтобы каждый человек отвечал сам за себя и не винил никого в этой жизни, ни учителей, ни мать, ни родителей, ни супруга, ни жену, ни власть, а только отвечал за свои действия и развивался. Только тогда, я считаю, у нас будет здоровое общество, когда политика не будет разделять людей и противопоставлять против друг друга, потому что, в конечном итоге, например, в нашей республике в наследах некоторые люди перестают друг другом разговаривать в результате, когда тот или иной кандидат проигрывает или выигрывает. То есть, отношения до того сильно негативные друг к другу, что до следующего выбора просто никто друг с другом не разговаривает, а может быть, на всю жизнь. поэтому мы считаем, что пришли к той точке, когда мы должны все-таки пересмотреть и нельзя все время стучать и бить лбом закрутую и дверь. Если дверь не открывается, надо же думать, а почему дверь не открывается? Может, замок сломан, а может быть, вообще это не дверь, а стена каменная. То есть, как-то подойти по той проблеме. Поэтому я сейчас, в данное время, буду пытаться донести ту мысль, что мы должны менять общество и, может быть, законы в том направлении, которое развивает людей и приводит самостоятельность. То есть, мы должны уже перестать надеяться на кого-то другого и ждать, что нам какие-то будут преподнесены подачки. Мы должны добиваться тех или иных вещей сообща и только в, как бы сказать, светлом состоянии духа. Я бы так сказал. Я не говорю, что мы должны все бросить и уйти в тайгу или жить, где-нибудь там в охотничьей избушке. Нет. Мы должны жить и развиваться друг с другом, самоуправляться. В духовном центре, что мне нравится, там обучают трем вещам. Это самоуправляться самому, то есть, своим состоянием, мыслями и духом. Оздоравливаться самому, не надеяться на каких-то врачей, таблетки, каких-то эстросенсов, шаманов, что они вылечат и избавят от какого-то недуга. А человек это как такая субстанция, которая может излечивать сам себя. Есть очень большие результаты и вовсе не означает, что только духовно развитые или, не знаю, какие-то суперлюди могут этим заниматься. Этим могут заниматься абсолютно любой человек, абсолютно любого уровня интеллекта или понимание тех или иных вещей. Было бы желание. В то время, когда стало очень много образованных людей, оно уже начинает угнетать нашу планету. Нам нужны уже общество и планете нужны человечные люди. Человечные люди, которые руководствуют своей жизни светом и любовью. во всех народах и во всех религиях, мне кажется, любовь является самой основной и большой силой, которая двигает все на этой земле. Она может побеждать любую тьму. То есть есть три истины, которые нет, не истины, а есть три силы, которые есть на планете. Это любовь, свет и тьма. Нет хороших или плохих людей. Потому что плохой человек для тебя, он может быть хорошим человеком для другого человека. То есть то, что он делает плохо для тебя, это возможно хорошее для другого человека. То же самое вещи, например, параллелепипед, если смотреть под одним углом, это может быть какая-то другая геометрическая фигура, а с другой стороны премиоугольник или квадрат. То есть все относительно. Поэтому углубляясь в тему, что хорошо или плохо, можно уйти в такие дебри, откуда невозможно потом вернуться. И это вызывает только опустошение и раздражение. по отношению мужчины и женщины друг другом. Я пришел к такому выводу, что в результате обучения, я сразу скажу, я не сам пришел к таким мыслям, если мужчина является высокочастотной вибрацией энергии, то женщина будем так говорить мягче, чуть ниже. Частота у нее ниже, чем у мужчины, и тем самым она обладает огромной силой, которая может в кавычках поломать мужчину. в первом интервью я говорил, что в юридическом юриспруденции есть такое понятие источник повышенной опасности. Это в основном говорят про транспортные средства. То есть если ты двигаешься на автомобиле на зеленый свет, но при этом совершаешь наезд на пешехода, это не означает, что ты прав, и ты не освобождаешься от ответственности. И тебя засудят по суду, потому что ты управляешь источником повышенной опасности и должен себя вести предусмотрительно и не допускать какие-то дорожно-транспортные происшествия, тем более увечья для людей. Поэтому я скажу, может быть, крамольная мысль, что женщина — это источник повышенной опасности. Надо меня правильно понять, это я любя и шитя говорю, и поэтому она может по ходу своих действий, когда она разгневана или же делает какой-то молчаливый террор. Это ломает мужчину и тем самым достигается, может быть, кратковременное удовлетворение то, что она победила в каких-то тактических моментах, но стратегически она проигрывает, когда сломанный мужчина, он перестает быть источником каких-то не только доходов, а источником той энергии, которая питает всю семью, не только женщину, но и детей, и всех, кто рядом находится, близких людей. Мужчина — это просто, как, скажем так, агрегат, который добывает со Вселенной энергию. То есть если ухаживать за мужчиной, то есть как за цветком, который надо поливать и показывать на солнце, тогда этот цветок будет расти. А если начать даже просто зажимая между пальцев, можно сломать цветок, то же самое можно сломать и мужчину. Той энергии, которая есть у женщины. Это не означает, что это плохо, сразу скажу, это женщина такая энергия дана, чтобы она могла рожать, в первую очередь рожать детей, превозмогать все незгоды и препятствия, которые возникают при сохранении, развитии семьи, очага. И поэтому Бог создал мужчину и женщину в разных ипостасях, чтобы вместе они добились больших результатов. не только по достижению материальных каких-то благ и ценностей, но и по духовному развитию. То есть я считаю, что мы сейчас не можем сказать, что в якутской вере есть такое понимание, что человек живет много жизней. Много жизней. Наверное, очень сложно сказать, что других форм жизни нет во Вселенной, потому что мне как-то понравилось такое выражение. Когда человек говорит, что кроме нас жизни нет во Вселенной, то как можно, почерпнув из океана воды и посмотрев на эту воду, сказать, ну вот видите, в этой воде ничего нет, а еще не исследован сам океан. То же самое. Поэтому мы проходя, возможно, мы проходим здесь обучение на планете Земля, какие-то мы получаем свои навыки и опыты и возможно в другой жизни мы будем в другой форме. Это возможно какие-то очень радикальные мысли и вещи, которые сейчас я говорю и может большинство людей это не воспримет, но однако как жизнь показала, что те мысли и те устои, которые уже устоялись на планете Земля, они все время почему-то приводят к войне и каким-то другим экономическим социальным катаклизмам. И мы не можем больше в данном ключе идти развиваться, потому что это наша единственная планета, это наше последнее убежище, и мы должны ее беречь, потому что мать Земля и на русском языке Земля там мать, и на якутском языке Сирье, да, Сирье Земля мать, мы должны любить свою мать. Про мужчин и женщин мы сказали, отношения с своим детям я скажу, раньше я считал, что мои дети это как бы чуть ли не моя собственность, как хочу, так и верчу, да, однако впоследствии я узнал, что это возможно люди, которые в результате перерождения возможно мои предки являются моими предками и намного они мудрее и старше меня, и вообще они являются подарками Бога, то есть и своим детям всегда надо относиться как очень ценному, точнее бесценному подарку, который надо беречь и любить, и никогда их не ругать, не оскорблять, не принуждать что-то и не ломать их психику в том плане, чтобы ребенок не закрылся и перестал внутренне развиваться и интересоваться все, что вокруг жизни происходит, не замкнулся в своем телефоне или в компьютере в каких-то своих играх, постоянно находиться в общении и как-то пытаться расшевелить, потому что до совершеннолетия Бог же дал в наши руки ребенка и мы отвечаем за его развитие и психическое состояние целостное. Конечно, многие могут сказать, что никто своего ребенка не оскорбляет, не унижает и не принижает, однако мы сейчас сильно замечаем, что наши дети даже попросту не умеют высказывать свою точку зрения. Они начали переставать правильно излагать свои мысли, добиваться каких-то поставленных задач, они стали какие-то аморфные и безинициативные по сравнению с нами, которые мы были пионеры, комсомольцы, октябрят, октябрят, и у нас какие-то были игры, возможно, у нас не было интернета и компьютеров, конечно, но, однако, они сильно отличаются от нас, и мы еще успеем при нашей жизни почерпнуть те последствия, когда они станут работать в народном хозяйстве, так будем говорить, поэтому наше счастье в наших руках, не только наше личное свое развитие, но и развитие нашего будущего общества. Отношение отцов с своим дочерям, с женщинам, это, конечно, оно всегда было особенным, потому что ну, как жизнь показывает, дочери больше любят отца, чем мать, ну, наверное, так считаю, и мы, мужчины не должны подавать своим поведением пример безнравственное отношение жизни нашим девочкам, девушкам. Это касается курения, употребления спиртных напитков, может быть, какого-то легкого поведения, какого-то недопонимания своей важности для семьи, ну, вообще для важности ее материнского состояния. Я как-то однажды прочитал, я не знаю, правда или это нет, но она меня сильно задела, в каком плане. Я прочитал то, что один врач в концентрационном лагере во время Второй Вировой войны написал в отчете или в рапорте, не помню, о том, что мы не победим Советский Союз, потому что большинство женщин, которые находятся в плену, в лагере, они, будем так говорить, целомудренны. Он написал, что общество, которое имеет целомудренных женщин, это невозможно победить, потому что целомудренных женщин рождается, воспитывается настоящий воин, настоящий мужчин. И поэтому возможно прозападные силы в течение многих лет, 30-40 лет, они безжалостно уничтожали наши духовные насынные устои. В первую очередь они расстреливали наших женщин, чтобы тем более это руками мужчин, не женщины, сами себя же не расстреливали, а расстреливают это мужчины и женщины, мужчины в основном являясь источником таких вещей. И если мужчины не возьмут себя в свои руки и не будут думать про духовно-нравственное воспитание своих девочек, то это может привести к печальным последствиям. У нас не останется воинов-мужчин, которые защитят трудные минуты у нашей Родины. Некоторые мужчины не способны защищать свою Родину. Оказались неспособны. Нет, я знаю, что они справятся с минутной слабостью, потому что человек все время думает. Он не может без анализирования своих действий и поступков жить, но все равно они все это поймут. Поэтому нельзя все возлагать на плечи женщин. На плечи женщин легло очень много забот. Это начиная с хождения на родительские собрания, в котором 98% всегда, сколько бы я не участвовал в родительских собраниях, 98% всегда сидят женщины. Замечаю, что если на предприятиях как образовательные учреждения, если раньше работали только мужчины, сейчас это наоборот, 90% это женщины. То есть говорится, то, что не женщины захватывают власть, а мужчины добровольно, мы сами добровольно уступаем пальму первенства, принятия тех или иных каких-то решений. То есть мы ответственны за все. Раз мы являемся главным источником движущей энергии по развитию нашего общества, планеты, семьи, то есть мы должны отвечать за все. Не только за материальные какие-то вещи, за строительство, ремонт дорог может быть, или какие-то непосильные вещи для женщин. Мы должны отвечать за аспекты развития нашего общества. Это касаемо и воспитания, и обучения, и духовно-народственного развития. Если мы, мужчины, будем сильны духом, то есть это сильны духом не означает готовы драться в любой момент физически, а сильны духом по принятию каких-то важных решений, то есть отказ от спиртного. Это очень сильное волевое решение. Отказаться от спиртного навсегда, поменять свою жизнь навсегда, отказаться от каких-то тех вещей, которые разрушают мужчину и женщину. Это очень сильные волевые, очень сильные духом мужчины может принять такое решение. Но нам некогда раскачиваться, потому что если раньше общество как-то развивалось, я считаю, каким-то другим измерением времени, то есть в мое время 50-летние это были очень пожилые люди. Меня отец родил 44 года. Я знаю, что такое пожилой отец, и когда он приходил на родительское собрание, говорили, что вот пришел твой дедушка на родительское собрание. А сейчас, мне в следующем году будет 50 лет, я не считаю себя пожилым человеком, и 70-летние сейчас люди занимаются активной жизненной позицией, занимаются спортом, духовным развитием, они поют, рисуют, танцуют, а раньше 70-летний это же практически уже конец жизни практически был. Это глубоко уставший, изможденный был человек. Поэтому время очень быстротечное, мы должны принимать решение не в понедельник, а здесь и прямо и сейчас. Потому что условный понедельник, он может длиться до окончания жизни на этой планете. И однажды после смерти человек может вдруг очнуться и сказать, подождите, я же вот только-только начинал менять свою жизнь, все было бы хорошо, но однако ни я, никто другой не гарантирован, что на небесах могут призвать досрочно. И многие вообще можно не успеть сделать. Поэтому, например, эта пандемия, пандемия наглядно показала, что у меня очень много знакомых и даже родственников ушли из жизни, будучи относительно молодыми. Они могли бы еще много чего сделать в своей жизни. Поэтому нельзя легкомыслим относиться, особенно обращаясь с мужчинами, в своей жизни, потому что мы ответственны не только за свою жизнь, мы должны беречь, я всегда мужчинам говорю, ребята, вы берегите свое здоровье, оно вам не принадлежит, оно принадлежит вашей жене, вашим детям, вашим внукам, вашим правнукам, которые бы с удовольствием вникали бы в ваши мудрые какие-то наставления, какую-то отеческую любовь, дедушкинскую любовь, будем так говорить, какие-то вещи, которые вы могли бы им донести, и они эти вещи не услышат, потому что вы раньше времени ушли из жизни, а в этом же прямая наша вина, то есть мы не берегли здоровье, то есть мы не ходили к врачу, при первых признаках каких-то там, не знаю, там, сердце заболело или что-то еще что-то болит, мужчины, мы же любим так нести до последнего, и потом только, когда какие-то происходят страшные вещи, обращаемся, то есть беречь свое здоровье не означает только употребление, перестать употреблять спиртные напитки, ну и также работать над своим здоровьем, просто делать банально зарядку, хотя бы 5 дней, просто подтягиваться 10 раз, хотя бы, те нормы ГТО хотя бы сдавать, просто вот прямо сегодня встать, посмотреть нормы ГТО по моему возрасту, например, мне сейчас надо 2 километра пробежать за 10 минут, ну на золотой значок, я буду стремиться золотом именно значком, подтягиваться 11 раз, стрелять из 50, возможно, 25 раз, то есть, ну, нормы ГТО для мужчин, это святое, я считаю, и правильно, что государство сильно сейчас обращает внимание на нормы сдачи ГТО для всех людей, то есть, стремясь сдать нормы ГТО, человек все равно же работает над своим организмом и здоровьем, и в первую очередь не только физическое здоровье, но и духовное здоровье, я считаю, что многие заболевания, в том числе и раковые, происходят от мыслей, от того уклада отношения жизни и потребительского отношения к обществу, то есть, все время дать, дай мне, дай мне, касаясь потребительского отношения к обществу, давайте мы коснемся тему молитвы, да, молитвы, как-то я в интернете стал замечать, что очень много происходит репостов молитвы, которые говорят, отошли десяти своим друзьям, там, дай Боже силы, дай Боже денег, там, ну, ключевое слово дай, и в те годы я не совсем до конца понимал, что надо просить у Бога и вообще у ангелов-хранителей, которые у человека 24 на 7 работает над безопасностью твоей души и тела, я написал свою молитву, на мой взгляд, касаемо меня, так как я одно время достаточно плотно пытался изучить Библию, и молитву от тех, которые известны многим, отче наш, я тоже знал, и в таком духе я написал молитву и пошел, показал нашему руковителю духовного центра Дома Непрокопа и говорю, ну, я как бы чувствую, что-то тут не то, как бы, сердце всегда, как говорят, интуиция, да, это не интуиция, душа, она знает все, она частичка Бога, поэтому, как бы, душа подскажет, что-то тут неправильно написал, я показывал, она говорит, нет, неправильно, и так, я переписывал пять разных вариантов, ей относил, и она говорила, нет, нет, это все неправильно, и, конечно, забросил эту затею, и в результате множественных запросов во Вселенную ко мне пришел ответ, что в молитве не должно содержаться слово дай, дай мне, а просто надо благодарить Бога, ангелов хранителя, которые есть, эгрегоров, будем так говорить, если кому так удобно говорить, эгрегором, обращаться к эгрегорам, и благодарить то, что они вообще разрешили родиться на этой земле, на этой прекрасной планете, чтобы мы имеем возможность обрести тело и через какие-то свои физические прикосновения ощущать теплую руку, своего партнера жизни, детей, тех объектов материальных, объектов, которые мы можем притрогнуться, оценить, наслаждаться, выдыхать свежий воздух, запах цветов, слышать пение птиц, только благодарить то, что ты родился и живешь. И когда я это понял, меня это прям как осенило, ударило током, можно сказать, я начал по-якутскому назвать алгыс. Я этот алгыс начал повторять во время каждодневных утренних своих зарядок. То есть я со временем купил беговую дорожку, чтобы у меня не было никаких так будем говорить отмазок, что не пойти сегодня бегать, потому что идет дождь или снег или грязь или собаки там мешают или еще что-то. А вот беговая дорожка стоит, все, встань да и беги. Я утром пробегаю где-то порядка может быть три километра, ну, по состоянию как бы души, да, может два. Но я бегу и вот этот алгыс про себя повторяю и благодарю Бога то, что они разрешили мне родиться на этой земле. Благодарю Бога то, что они дали мне моих предков, то, что они за ними присматривают, за моими предками, за моим отцом, который сейчас уже нету на этой земле, за моим отцом, матерью, родители, но мы сейчас коснемся каких-то вещей, мать, благодарю Богу, что она дала любящую мою жену, моих детей, любимых, внуков, дала мне пищу, кров, Но эти вещи наверняка есть во всех религиях. Но те вещи, которые коснулся в интернете, почему-то было очень много слов «дай», касаемо этих слов. И я заметил, что у меня жизнь начала резко меняться. Я думаю, что компьютер сделан по подобию образа человека. Когда компьютер включаешь, он же должен хотя бы минуту пять настроиться. Если начать сразу на нем работать, он просто может зависнуть. То же самое. человек проснулся, обязательно сделал какие-то дыхательные упражнения, зарядку, настроился своей молитвой и благодарностью то, что он проснулся, живой, здоровый, идет на работу, зарабатывает деньги, приносит радость людям от своей работы, эта работа ему приносит удовлетворение. И тогда как-то все по-другому, жизнь по-другому. Но избушка поворачивается передом, а не задом. В общем, да? То есть мы аккуратно пришли к той части, когда в моей жизни было много практической магии, чудес, я буду так говорить. Я, кстати, благодарю Бога, то, что Бог меня научил через людей видеть каждый день чудеса, которые происходят. Я как-то с возрастом потерял такую способность видеть чудеса, которые происходят каждый день. например, один из чудес. Я жил на Грессе со своей семьей. И однажды как-то у нас пришла такая мысль внезапная, надо продать квартиру и попытаться найти новое жилье, потому что это было маленькое, у нас уже было трое детей, и мы хотели большую площадь. Мы продали квартиру, однако злосчастная такая штука, как кредитный рейтинг. У нас казалось низкий кредитный рейтинг, и нам просто не дали кредит, так называемый ипотечный кредит, или там любой другой. И мы прямо с двумя миллионами оказались практически на улице, но однако посетив духовный центр, там любя называют нас курсантами. Так как я являлся курсантом, я знал, что нельзя унывать, если человек не унывает, особенно мужчина, если мужчина не унывает, а уныние вообще тяжкий грех у нас в Библии, не унывает и всегда позитивно, светлым ключе добивается поставленной задачи, тогда это вопрос решается. И я купил застройщика в рассрочку, то есть предоплата была 2 миллиона, и застройщик без всякого банка согласился мне предоставить трехкомнатную квартиру чуть ли не 100 квадратов метров и 20 метров от своего духовного центра. Это я считаю это дар, божественный дар, это есть чудеса. Однако, как я уже говорил, что я не могу говорить, что я достиг какого-то высшего просветления, и я суперразвитый человек духовно, я допускал конечно ошибки, может быть сейчас допускаю, но я работаю над этим. И я допустил просрочки по платежам данного, и застройщик просто подал в суд, и суд принял решение продать квартиру через аукцион, и практически квартира была утеряна, и за низкую цену суд всегда ниже стоимости продавит квартиру. Она была уже выставлена на аукционе, я видел самое объявление, я каждый день просил Бога выйти из этой ситуации светлым путем, светлым путем, и просил меня найти силы и терпение решить эту проблему, я знал, что это решили проблему, и я работал в этом направлении. И все-таки Бог услышал мои молитвы, и мы закрыли до продажи этой квартиры, закрыли свои долги, и впоследствии мы потом даже продали, ну как бы район считается не очень котируемый, и там квартиры неохотно там люди покупают, все-таки это же рядом с 17-м кварталом, якутская, да, мы продали квартиру, мы переехали в 203-й микрорайон, то есть, это я к чему рассказываю, то есть, когда человек приходит каким-то убеждением, которые его развивают и не убивают, у него меняет, начинает меняться материальная жизнь, материальная сторона жизни, и она не требует 70-летнего усилия, 70-летнее моление и хождение по монастырям, ну, я так утрирую, я говорю, это живя в этой жизни 10 сейчас происходят изменения, и вторая вещь, второе чудо, которое, я однажды прочитал книгу, в которой написано, что, ну, как бы, будем говорить в каких-то, может быть, неизменных вещах, да, потребительских, то есть, любая вещь, которую человек захочет, она будет у него, неважно, сколько это стоит, главное, чтобы человек в это верил и работал, главное, в этом направлении, в отношении своей мечты, и я решил сделать очень дорогой подарок своей жене на 8 марта, если я раньше дарил подарки, исходя из бюджета, который у меня был в кармане, то я решил на этот раз, исходя логики этой книги, купить очень какой-нибудь дорогой подарок, на который я не имею денег, я пошел в ювелирный магазин и выбрал самое дорогое кольцо, по тем временам, это лет 8, может быть, назад, стоило 108 тысяч, конечно же, у меня не было таких денег, кольцо это из желтого золота, там 40 чем-то бриллиантов, там на шикарное кольцо, я просто дал задание своим ангелам-хранителям, что эта вещь должна быть моим, я верил, что она будет моим, самое главное, я в это верил, но однако все-таки я стал работать в этом направлении и стал обзванивать тех ювелировых мастеров, которые работают на дому, я логически предполагал, что у них сильно дешевле, наверное, чем магазин, и все-таки начал незнакомых мне ювелирных мастеров спрашивать, могут ли они мне продать по себестоимости кольцо. Я обзванил очень много ювелировых мастеров, я один только человек сказал, да, я могу продать это кольцо, я говорю, как я могу посмотреть, и он говорит, вот магазин, в котором я уже был, я такой, а, ну я говорю, там был в этом магазине, я говорю, какой полке ваше кольцо лежит, и он мне говорит, ту полку, которую я выбирал, то самое дорогое кольцо, я понял, что как бы это все вот так сработало, я сразу понял, что он сделал, я говорю, это за 108 тысяч, это ваше кольцо, он говорит, да, это мое кольцо, а вы можете мне его продать, да, и он говорит, нет, я вот сейчас делаю ремонт своей кровли, так бы я, говорит, не продал бы по себестоимости, однако я вам продам за полцены, за полцены, и мы просто встретились, это незнакомый абсолютно мне человек, мы пошли в магазин, сняли с реализации данное кольцо, и он мне ее передал, у меня не было и половины той стумбы, я пошел еще дальше, говорю, у меня нет денег, у меня есть только 15 тысяч, вы можете еще в рассрочку эти деньги, и он мне дал это кольцо в рассрочку, то есть я считаю, что это есть чудо, которое вошло в копилку моей практической магии, как я их называю, таких, таких методов будем говорить, да, очень много, очень много, которое, которое можно и самому, и по подсказке, духовного центра, может быть, наставников обучиться и достигать тех своих каких-то целей, задач, и осуществить свою мечту, любую абсолютно мечту, которую человек мечтает. Мы перестали мечтать и добиваться каких-то целей, думая только в том направлении, которое нас обучили в школе, то есть дважды два — это четыре, это никак не пять и не шесть, это четыре, все вычисляется уравнениями, правилами, то есть все, как бы, все поставлено на полочку и все имеет свое какое-то логическое объяснение, то есть, например, касаемо радуги, да, в школе говорят, радуга — это что? Радуга — это благословление якутской веры, а в школе говорят, нет, это преломление света в капельках воды, то есть, в школе могут объяснить любое явление, если это призрак, то это полтергейст какой-то там, что-то, какое-то физическое явление, там же был, по-моему, Фома неверующий, который хотел вложить гвозди в ранок Иисуса Христа, да, как Фома неверующий, в школе есть Фома неверующий, она обучает человека быть Фомой неверующим, он не верит в чудо и не верит в то, что человек живет несколько жизней и другие цели, задачи, есть Бог, есть ангелы-хранители, эти вещи, которые нельзя не измерить, не рассчитать, не увидеть, и поэтому неудивительно, что в последствии десяти лет человек становится потребителем общества, главной целью задачи это материальное благосостояние, iPhone 14 Pro Max, Land Cruiser 300, Gucci и Prado, да, но я условно говорю, условно, кто захочет понять то, что я говорю, он поймет, прошу не торопиться меня осуждать, потому что осуждение это понижение своей частоты, высокой частоты своей души и тела, и это повлечет негативные последствия, вот, то есть чудо, оно везде и оно всегда нас окружает, вот эти все вещи, которые я обучился и научился в Духовном Центре Максимовой Клади Линичны, я бы никогда своим умом не дошел бы до этих вещей, которые я сейчас рассказал, только благодаря наставникам. Информация, которая наполнена любовью, она обладает огромной, исселяющей и очищающей силой, то есть те слова, которые произносятся человеку, глядя в глаза, прости, люблю, прости, оно может менять и прошлое, и будущее, и так называемую карму человека. Любого врага можно превратить в своего друга этими словами, которые мы не говорим зачастую даже своим родителям и своей половине, своим детям. Казалось бы, очень простые слова, люблю, прости, но в жизни очень трудно сказать, но я это делаю, как бы, мне бы это было не трудно, и в моей практике даже было, когда я говорил, даже это мужчина, как бы это странно это ни звучало, но я не боюсь никаких осуждений или передергиваний моих слов, готов вступить с любым человеком в дискуссию, но, однако, это не цель сегодняшнего моего интервью. Отношение к работе, если, я честно призналась, я поменял очень много работ, очень много работ, может быть, конечно, там есть и плюсы, и в результате я обладаю большими знаниями, начиная в области архитектуры, строительства, так как я работал в таких организациях, там, правоохранительных, там, даже поработал приставом, и это не секрет, это легко, проверяемо, легко, там, сейчас же мир открытой информации, про любого человека можно много чего узнать, все в открытом доступе, и, но никогда ранее я не знал, что, когда работаешь, всегда надо знать, что именно любая работа это благо для людей, то есть, если ты даже, например, контролируешь работу тех персонала, например, сейчас работаю в гимназии, административно-хозяйственной работы заместителя директора АЕКАТА, это не значит, что ты контролируешь работу человека, это значит, что в результате твоего контроля и этого отношения дети ходят в чистоте, дети дышат чистым воздухом, вовремя какое-то убранное препятствие, возможно, поможет избежать каких-то травм, то есть, относиться можно так к любой работе, то есть, если ты даже работаешь курьером и перетаскиваешь документы с одного пункта, другой пункт, это не означает, что это скучно, никому не нужна работа, нет, от скорости переданных этих документов, возможно, зависит жизни людей, возможно, эти очень жизненно важные договора, которые должны, например, по закупке медицинских препаратов или что-то, это не обязательно только каких-то важных договоров, все очень важно и в мире даже карандаш со стола падает, не падает случайно, случайности, не случайно, все происходит именно потому, что так и должно произойти, и то, что происходит, возможно, не как бы нам хотелось, как бы ожидание реальность, да, это напрямую только по твоей вине, по твоему недопониманию каких-то вещей, поэтому, вот это важное очень достижение, когда ты работаешь на любой работе, ты начинаешь по-другому относиться к своей работе, любить ее и знать, что это очень важно, не важно, кем ты работаешь, важно, как ты к этому относишься, и тогда жизнь, если видит твои старания и понимания, она все равно даст тебе и карьерный рост, и какие-то другие материальные блага, но оно не должно быть целью вот этих изменений, это просто идет как сопутствующий товар, как помните, в советское время гастрономия, нам в тотальном дефиците давали какой-то продукт, который нам не нужен, в нагрузку, то же самое, материальные блага и деньги, это идет как сопутствующий товар товар по пути твоего духовного развития и твоего развития как личности, а не наоборот, не ты идешь за деньгами, зачастую деньги заводят человека в тупик в том или в другом направлении, поэтому очень важно это понимать. Ну, в заключение я хочу сказать, что, как я сказал, не надо откладывать на понедельник, если даже сегодня воскресенье, то и завтра понедельник, все равно не надо откладывать понедельник, потому что история творится здесь и сейчас, история творится здесь и сейчас, будущее творится здесь и сейчас, например, кто, если это не верит, например, если я сейчас приму решение выброситься сейчас в окно, у меня будет другое будущее, но если я приму решение не выбрасываться в окно, у меня будет другое будущее, которое я творю здесь и сейчас, сидя на данном диване. Поэтому я призываю, в первую очередь, мужчин духовно развиваться. Если вам сложно и что-то вы не понимаете, есть организации и люди, которые способны вам помочь. Надо просто идти в Якутску 19, посетив какие-то лекции и курсы, начать меняться в лучшую сторону. Изменившись мы, мужчины, мы можем изменить этот мир. Изменить не только мир, то есть целью не изменить мир, то есть измениться самому, тем самым изменить свою семью. А семья — это ячейка общества, и общество станет здоровее, счастливее. И мы будем любить друг друга и уважать.